Всем привет, ребят! Добро пожаловать на очередной ролик по GTA Liberty City Stories. Мы находимся на миссии Evolatile Situation за JD. А это означает то, что мы вновь пытаемся добыть уникальный Янке. Итак, поначалу ничего нового не делаем. Дюпаем миссию, как и в прошлый раз. И отправляемся проходить до момента с Патриотом. Я записываю этот ролик, потому что в комментариях один человек мне подсказал, что можно попробовать, чтобы вытащить водителя. Пользователь с ником Одинокий написал, что можно воспользоваться огнеметом. Я это протестировал, и действительно огнемет, так сказать, помогает нам избавиться от водителя. А это дает нам надежду на то, что все-таки реально, каким-то образом, вполне реально себе, да, добыть Янке. Но шансы все еще не очень велики. Однако, я думаю, попытаться стоит. Сейчас мы действуем так же, как и в прошлый раз. Убиваем Синдака на первой и второй волне. На третьей волне умираем. Огнемет мы попытаемся добыть после того, как умрем. Потому что, если мы сейчас его возьмем, сами понимаете, после смерти огнемета у нас уже не будет. Если мы не умрем, то возникает большая вероятность того, что чуваки, которых мы оставляем в живых, которые якобы должны жить, чтобы миссия не триггерилась дальше, они могут просто диспауниться. Такое у меня уже было. И это очень печально. Не знаю, после смерти остается ли такая возможность на диспаун, не остается такой возможности на диспаун. Честное слово, я не знаю. Играю, как видите, на эмуляторе. А это означает, что у меня есть две очень полезные функции. Первая это сохранение в любой момент времени, где угодно и как угодно. А вторая функция это ускорение времени. То есть тоже очень полезно. Сейчас я вам продемонстрирую. Единственный минус, сразу предупреждаю, будет такой звук, немного трещащий что ли. Потому что... Так, давайте выйдем. Потому что ускорение звуков работает немножко не то чтобы криво. Звуки, в общем, при ускорении дают неприятный эффект. Однако, пока я говорю, надеюсь, это не очень сильно заметно. Так, к нам подъезжает наша последняя цель. Сейчас мы будем умирать. Еще вторым вариантом у меня есть добыча огнемета не из... Так, не того, убили на самом деле. Не из положенного места, где мы обычно его добываем. А там, где... Так, а где чувак, который бомбу ставит? Мне нужен именно он. Так, кто в меня стреляет? Стреляет вон тот. Этот пытается пробежать. Давайте его убьем. Который пытается бомбу поставить. Он не должен добраться. Второй должен выжить. Так, ладно. Сложно. Так, все. Отлично. Сейчас нам надо умереть. Получается. Помощь нашлась, блин. Честно говоря, забыл, о чем я говорил до... А, огнемет. Да-да-да. Есть такая вот идея, то, что еще можно попытаться брать огнемет около сейфхауса. Но для этого нам придется собирать кучу пакетов. Не знаю, насколько эта идея хорошая, насколько эта идея плохая. В общем, мы умираем. Теперь, по идее, этот чувак... Я, по крайней мере, надеюсь... Чувак, да? Единственный выживший. Хотя и должно было быть двое. Но мы немножко перепутали. Он... Я надеюсь, он не диспаунится. Надеюсь, он то, что и не будет особо... Значит, гнаться-то он за нами будет в любом случае. Надеюсь, если мы далеко от него отъедем, он не диспаунится. В любом случае, можно... Давайте на всякий пожарный будем его немножко ждать. Я думаю, это не такая большая проблема. В том числе, мы можем делать вот так. Зажимая пробел. И направимся к огнемету. Так. Главное, чтобы он не умер. И не исчез. В общем, огнемет мы берем вот здесь. Сейчас я покажу это на карте. Единственное, что... Дайте я развернусь. Оп. Отлично. Сразу говорю... Немножко не там. Ну, ладно. Возьмите какой-нибудь мотоцикл. Ну, в принципе, даже такси обычно может подойти, если брать машину. Но на мотоцикле намного удобнее. Потому что нам здесь придется запрыгнуть сейчас на крышу по рампе. Вот по этой. Оп. Перебор. Что ж. Ничего страшного. Главное, чтобы чувак не сдох, как я и говорил ранее. Надеюсь, он сейчас не прыгнет под колеса. Отлично. Мы просто объехали. Так. Огнемет нам явно нужен. Потому что, ну, без него никак. Если вы рисковый чувак, можете попытаться просто уехать от этого чувака. Можно попытаться заставить его застрять. Он частенько, бывает, застревает. Где-нибудь в стенку упирается и больше не бежит. Но, как видите, сейчас он побежал за мной. Отлично. Огнемет мы добыли. Теперь наша задача отправиться обратно на миссию. На миссию. На маркер, на сам GED. И активировать ее заново. Походу, чувак застрял. Я сейчас ускорял. И он не бежит. Да, он там за стенкой. Ну, мы люди добрые. Поможем ему выбраться. Оп. 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 Он догадался, как можно оббежать стену. Отлично. Направляемся, значит, обратно. Ну, я повторюсь то, что... О, е-мое, зря я ускорил так. Я не хочу рисковать и уезжать от него далеко. Хотя, он, по идее, по идее, он не должен исчезнуть. Но, понимаете, это береженого Бога бережет. Мы будем по такому принципу работать. Этот ролик будет довольно долгим в любом случае. Он будет состоять из нескольких кусков. Потому что сюжет весь, как я прохожу, я точно показывать не буду. Потому что это очень много миссий. Как вы могли заметить, вот это плохо. Он исчез. Что ж, ну... Мы успели. Что? Что? Миссия просто прошлась. Нам написали остановить трак. Бомба, трака нету нигде. Э-э-э. Что делать? В общем-то... Хорошо, давайте так. Я уже устал. На самом деле, это далеко не первая попытка, когда у меня исчезает. Чувак. Будем, значит, работать по другой схеме. Хорошо. Значит, сейчас смотрите, как я делаю. Я сейчас делаю все то же самое. Единственное, что я возьму огнемет заранее. Случайно не тот трак. Нет, не тот. Он должен быть синим. То есть, смотрите, у меня есть вот такая штука. Как состояние. Я сейчас просто заранее возьму огнемет. В том месте. И умирать мы не будем. Работаем без смертей. В таком случае, каким образом, опять же, гоня этого чувака, бегать за нами. Меня заставляя. Я думаю, этот способ... Ну, в общем, есть возможность такая добраться до огнемета. Почему я говорю про сейфхаус? Потому что ты сейфхаус убежать намного ближе. Ну, к сожалению, мы переборщили, и он где спаунился. Может, он застрял где-то просто. Мы не заметили. Ладно, в общем, ребят, я вернусь, когда... Окажусь на той же стадии. То есть... Я сказал то, что возьму огнемет. Забудьте. Без смертей, говорил я. Забудьте. Нам придется ехать в любом случае туда. Я зачем-то заехал на маркер миссии. Ну, ладно. Не важно. В общем, вернусь, когда дойду до такой же ситуации, когда у нас в руках есть огнемет. Когда у нас есть живой человек, который сдерживает миссию нашу. И не дает ей активироваться дальше. И, соответственно, нам останется, когда вернуться на маркер. Поэтому, ребят, скоро вернусь. Такой вот интересный факт хочу отметить, пока я добываю огнемет. Я сюда, как видите, доезжал уже без смертей. Обратите внимание. За мной бежит всего один человек. Второй же застрял в самом-самом начале, по сути. Не знаю, как он там застрял, конечно. В общем, что это значит? Точнее, что это может означать? Возможно, если вы оставите двоих этих убийц живыми. Опять я случайно остановил запись, извиняюсь. Так вот. Если вы оставите двоих убийц живыми, возможно, в таком случае они не будут диспауниться. А теперь у нас есть проблема. Чел встрял в забор и не может выбежать. Зато он может прекрасно по нам отпалить. Нас это не устраивает. Надо ему как-то дать выбраться. Блин, как бы его вытащить оттуда? Он догадается, может быть, вот сюда пробежать. Блин, тут забор. Тоже. Как бы он может выбежать вот сюда, в принципе. Так, беги, 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 беги. И на всякий случай я попытаюсь его за собой, так сказать, увязать. Иначе просто... Все, отлично, он выбежал. Иначе просто, как вы сами понимаете, в прошлый раз у нас все обломилось. И в этот раз может случиться то же самое. Кто знает, может быть, в прошлый раз он вообще умер. Но не хочу это проверять, как вы сами понимаете. Будем надеяться, что в этот раз мы доберемся до маркера миссии. И все сделаем так, как нам надо. Как я и говорил в один момент на этом ролике. Этот реальный ролик будет действительно состоять из многих кусочков. Поэтому запаситесь терпением, он будет длинным. И не факт, что удачным. Однако у меня надежда есть. А надежда, как известно, умирает последней. Так, не застревать. О, кстати, второй, смотрите-ка, за нами побежал. Вот это интересный поворот. Теперь за нами двое. Что ж, нам же лучше. На самом деле нам достаточно добежать до маркера. Так, они там где-то застряли? Нет, все хорошо. Потому что дальше, как только мы зайдем на маркер, сразу же активируется трак-бомб. Что нам, в принципе, и нужно. Ну, так вот отсюда мы уже добежим. Отлично, мы таки добрались. И у нас есть огнемет. Шикарно. И вот цел ситуацию. Удивительно, да? Вот что я забыл упомянуть. Так, сейчас нам показали то, что трак-бомб появился. И у нас появился даже его маркер на карте. Что я забыл упомянуть, потому что меня расстроило исчезновение чуваков. Я прошел все миссии сюжетные, которые были до этой миссии за Джей Ди. То есть я прошел все миссии за Винчензо, все миссии за Марию, за Ма, Сиприани. Как видите, чуваки, кстати, диспаунились. И тогда я от них уехал. Далее я прошел все миссии за Сальваторо. Ну, все, которые были открыты, естественно, на тот момент. Поэтому, ребят, мне остается проходить по минимуму. Итак, наш трак подъезжает. И в какой-то момент мы берем и заезжаем на маркер. Тут будет некая катсцена. Пока трак будет ехать, он по идее должен доехать. Да, он доехал. Катсцена. Пистолет. Установлен ли плэнд, интересно, в виде... Грузовик стоит. Сейчас проверим. Take out the syntax saboteurs. Да, как вы видите, у нас стоит чувак. Никуда от нас не уезжает. Залезть мы к нему не можем. Однако. Так, давайте сейчас сделаем вот так. Отлично. У нас появляется в доступе... В доступе появляются наши... Янки. И давайте на этом моменте я сделаю... На всякий случай, даже на другой слот, я сделаю сохранение. Отлично. Так, что нам теперь нужно делать, спросите вы. На самом деле, у нас должна сейчас триггериться миссия. Мы же ее запустили, и уйти мы с нее никак не можем. Вот. Появились чуваки-таки. Нам нужно оставить в живых наш трак, поэтому давайте мы его отвезем чуть подальше. Почему, в общем, это довольно трудная будет тема? Потому что у нашего грузовика, так сказать, ограниченное же количество здоровья. Напоминаю то, что когда вы выходите из машины, сразу убегаете, чтобы дверь не закрылась. Дверь? Что? Я же специально сделал так, чтобы она не закрылась. Благо, 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 мы можем сделать вот так. Давайте отъезжаем. Допустим, хочу сюда отъехать. Вот раз. Не закрывай дверь, пожалуйста. Все, дверь открыта. Все хорошо, все правильно. Работаем. Оп. Подъезжают чуваки. Мы берем оружие, убиваем... Самому не сдохнуть бы... Мо, Синдакас. Марки, кстати, с этого грузовика у нас пропал. Но главное, оставлять дверь открытой. Это самое важное. И как можно меньше дамажить наш грузовик. Иначе это будет, ребят, габело. Сейчас наша цель пройти миссию. Напоминаю то, что по праву трех машин мы можем сейчас отойти от трака. В общем, ждем. Трак-бомб из армии... Что? Что, простите? What the fuck? Что произошло, ребят? Мы должны были пройти. Так. Наш трак Янки исчез. Это было очень странно. Но, как я говорил ранее, у нас есть возможность. А вот прикиньте, я бы это на PSP все делал, а? Это же капец. Просто капец. Насколько это все нереально было бы.